Друзья, добрый день. Я надеюсь, что меня видно и слышно. Четверг, а это значит, что сегодня у нас новый эфир по Clever Live. Мы сегодня говорим, я этому очень рад, о винах Испании, а точнее о винах региона Манчуэла. И сегодня у нас в гостях очень интересный спикер, с которым хотелось бы действительно очень сильно пообщаться по поводу этой линейки, этой линейки наших новинок, которые называются Амигама, очень демократичные испанские вина. У нас сегодня в гостях Филипп Соколовский. Друзья, надеюсь, что меня видно и слышно. Если вдруг какие-то проблемы, пишите, пожалуйста, в комментариях под последним сообщением в Телеграме. Если у вас какие-то есть вопросы, например, ко мне, либо к Филиппу будут какие-то вопросы, обязательно их задавайте именно там. Думаю, будет очень интересно. Если хотите получить замечательную скидку 30% на эти вины, то тоже смотрите чуть выше в закрепленных сообщениях. Там можно найти QR-код и получить скидку 30% при покупке любой бутылки, хоть одной, хоть пяти, хоть белого, хоть красного, хоть розового. Это действительно очень классные новинки, которые у нас появились совсем недавно. Цены демократичные. При покупке по акции будет всего лишь 545 рублей за бутылку. Еще раз говорю, что сегодня у нас в гостях Филипп Соколовский. Это Сомелье из Испании. Основатель, руководитель нашей дружественной компании, которая называется Falcon Vines. Думаю, что я уже могу подключить его к сегодняшнему эфиру. Разрешаю говорить, да, и также разрешаю подключить камеру. Филипп, я вас слышу, но пока не вижу. А вот теперь и вижу. Да, приветствую. Добрый день. Ну, можно сказать, что вечер уже, в принципе, и у вас тоже уже, наверное, вечер. Да, у нас замечательное. Самое лучшее время. Филипп, я хотел начать все-таки, наверное, с региона разговор. Но, на самом деле, вот только буквально за две минуты, наверное, до начала эфира пришел такой вопрос, который, ну, просто вот нам разорвал, наверное, соцсети, когда Vines и Omegama пришли к нам в «Оддохни». Все спрашивали, что такое Omegama, откуда название, и почему вот эти странные морские узлы на этикетках. Давайте сразу его закроем и пойдем дальше. Или, может быть, подождем, чтобы присоединилось побольше людей. Да, да, я думаю, что мы еще можем немножко подождать. Давайте я тогда еще раз поговорю, пока мы присоединяемся потихоньку, чтобы как можно больше людей, ну, послушали, так скажем, основу нашей беседы. Говорю, что это регион Менчуэла, и что важно, именно вины и Omegama были первыми для наших коллекций с Семелье винами из этого региона, я, конечно, не могу сказать, что регион вот на 300% прям такой новый, мы вот его открыли, можно сказать, там для всей России вот не так давно, но в какой-то степени для наших гостей, для себя мы этот регион открываем, и несмотря на то, что, ну, наши покупатели, наши гости любят, в принципе, вина Юга-Испании, любят вина, например, из Хумилья, но вот пока с Менчуэлой у нас не складывалось, ну, я думаю, что, ну, уже, кстати, очень многие попробовали эти вины, мы продавали эти вины в большом количестве, когда они не только пришли к нам в коллекции, но вот я думаю, что они не будут терять популярность, и вот мы сейчас с Филиппом стараемся их поддержать, так скажем, какую-то вот идею. Филипп, а вообще Менчуэлла, в принципе, в Испании сама по себе популярна? Менчуэлла, честно сказать, совсем не популярна в Испании, это буквально маленькое ДО, и практически все, что продается, уходит на экспорт. Ну, и среди стран основных покупателей это далеко не Россия, да, это в основном Япония, Канада, Штаты. Туда уходит основная часть экспорта именно бутилированного вина. Как и многие субзоны в Ла-Манче, да, и Менчуэлла, Ла-Манча, и Вальдепейни, Сальмансы, это, конечно же, всегда те регионы, которые в основном продают вино наливом. У Менчуэлла история совсем, скажем так, короткая, наверное, по сравнению с другими ДО, как там, Рибейру, Херес или Риоха, но она набирает обороты. Вот, за последнее время... В Манчуэле всего лишь 20 лет. Где-то в 90-х часть виноградарей решили постепенно как-то отделяться, потому что, ну, слишком большое количество... В Ла-Манче очень огромное, и в этой Ла-Манче еще очень много географических таких участков, которые отличаются между собой чем-то. Либо это серуар, либо климат, либо местность, либо какие-то автохтонные сорта. Вот, и Манчуэлла как раз тоже такой уникальный кусочек земли в Испании. Отвечая еще раз на вопрос, то есть, вот, в Испании продается примерно, ну, где-то 10% всего производства. А как вообще так получилось, что Манчуэлла, ну, вот с таким вроде бы историческим и, ну, коммерческим статусом получила так быстро статус ДО? Потому что, насколько я знаю, что в Испании некоторые регионы там только вот пытаются, как бы, до этого уровня дойти, но у них пока не получается. Мне кажется... Ну, мне не кажется. Я, в принципе, наблюдаю за этим давно. Но очень сильно региону помогают какие-то конкретные виноделы. Виноделы, которые, можно сказать, основные представители регионов. В Манчуэлле их несколько. Вот, это Росалия с винодельни Альту Лондон. Вы знаете, женщина очень такая тоже известная. Ну, слушал. В русских кругах, да. Потом наш коллега тоже и партнер Хуан Антонио Понце. Он долгое время работал в Тельму Родригес. А потом вернулся к себе домой и основал свою винодельню. Вот его считают, типа, королем Бабали. Ну, человек, который постоянно путешествует по миру. И его вина очень хорошо известная тоже и среди критиков и так далее. Вот, и благодаря таким небольшим семейным проектам, как мне кажется, помогает появиться на карте мира и на карте Испании новые регионы. Я для тех, кто только вот к нам сейчас присоединяется, мы потихоньку перешли за количество в 30 участников. Еще раз повторю, что сегодня мы пробуем и говорим про наши новинки. У нас три вина линейки Омегам и вот такие необычные щекетки. Три вина. Белая. Белая – это Макобел. Розовая – это Бабаль. Красная – это тоже Бабаль. Мы обязательно поговорим про сорта. И у нас сегодня в гостях Филикс Колодский. Это Семелья, основатель компании Falcon Vines, наши давние друзья-партнеры. Вот, и для тех, кто хочет попробовать эти вины, надеюсь, что многих уже их, в принципе, купили предварительно до нашего эфира. Но если кто-то вдруг хочет попробовать, у нас есть QR-код. В закрепленных сообщениях в Телеграме можно получить скидку 30% при покупке любого вина. У нас еще один вопрос пришел по поводу названия. Ну, я думаю, что, Филипп, можно, наверное, все-таки раскрыть там. Если что, вдруг люди будут появляться, мы еще раз повторим, наверное, вкратце ответ. Да, я думаю, что такое Мегам, вкратце, что к нам будет вдруг. Да, мы в целом, испанская компания, занимаемся, разумеется, испанским вином. Помогаем в основном семейным винодельням выходить на рынок России. И, конечно же, мы очень любим автоктоны. То есть наш фокус и наша основная любовь – это местные сорта. И в последнее время мы долго думали, какой же продукт все-таки мы сами хотим выпустить. Потому что в основном мы все время работаем с винами виноделина, с продуманными продуктами, с определенными конфигурациями. Вот. Пришло время все-таки разработать именно свой продукт. Первый акцент – это, безусловно, что эта линейка должна быть из каких-то местных сортов и из желательно очень непопулярных регионов. И омегама – это вино, это что-то очень личное в какой-то степени. Как вот говорит само название, здесь производное – это слово «амига». Амиго – это дружба. Но это личная дружба. Это выдуманное слово, но очень близкое к нам, нашей компании. А на этикетке изображены как раз узлы дружбы, которые нас объединяют, достигивают, натягивают. Да, но они никогда не развязываются, они никогда не разрушаются. Но они трансформируются и меняют взаимоотношения между людьми, между друзьями. То есть это вроде бы и вино и для друзей, и для хорошего времяпрепровождения, но при этом, чтобы оставалась и какая-то частичка философии в этой концепции. Огромное спасибо. Я думаю, что теперь я смогу гораздо лучше отвечать на этот вопрос, когда наши покупатели будут мне его задавать. – Филипп, все-таки, возвращаясь к Менчуэлю, вот сейчас тоже вопрос от зрителей есть. А можно ли как-то обозначить общую стилистику этого региона, какие вина там делают? То есть если вы видели Архуилия, мы сразу, наверное, монастырь с такими могучими красными винами. Ну и про любой другой регион, наверное, можно что-то такое сказать. Вот Менчуэла, что-то, все, блин, что это такое все-таки? – Если посмотреть на карту испанских ДО, где она вообще расположена, то есть она граничит буквально на юге Сальмансы, где основной автохтон – это Гарначи, Кентурера. На западе она граничит с Рибера-де-Хукар, там очень много Темпранио, в принципе, Темпранио и Бобарь. Вот, на востоке – Сутиль-Рекен. Манчуэла, она отделяется двумя реками. Это река Кабриэль и Хукар. То есть она создает такой определенный треугольник, микроклимат и вообще какая-то, ну, выделяется зона неопределенная. Определенная зона именно Манчуэл между этими двумя реками. Благодаря тому, что регион находится немножко дальше от моря, то есть Утиль-Рекен – это все-таки полное влияние Средиземного моря, Средиземноморских клим. Когда мы отдаляемся чуть более внутрь Испании, в Манчуэл, то есть мы, во-первых, поднимаемся на другую высотность, это где-то от 700 метров примерно, там до 1100, но это что-то очень крайние, какие-то высокие горы, где наверняка маленькое количество виноградников, старые лозы и так далее. Но в основном основа где-то 700-800 метров. И очень часто это известковые почвы в перемешку с глиняными. И благодаря тому, что рядом реки протекает, очень много гальки, именно камней. То есть, какой стиль вообще вин? То есть, если мы сравним Бобальс Утиль-Рекен или Бобальс, Рибер-де-Хукер с Манчуэлой, ну и другие, в принципе, сорта, в первую очередь мы почувствуем свежесть. Свежесть, то есть более, чуть более легкое, чуть более кислотное вино, не такое насыщенное, не такое тонинное. Вот это, скорее всего, именно то, что в первую очередь в слепой дегустации сможет выделить именно Манчуэлоса и остальных белок. А все-таки вот сорта Макабео и Бобальс, они являются основными для Манчуэллы, либо, в принципе, есть еще какие-то другие сорта, которые, может быть, на равных или меньше? Сортов, как и, в принципе, в любом регионе, большое количество. Ну, если говорить про Бобаль и Макабео, это основные сорта, то есть с конкретным перевесом. То есть Бобальс, если не ошибаюсь, это порядок. Порядка 40%, может быть, в Макабео порядка 30%. Мы сравнивали, в Манчуэлле также возделывают и Савиньон, например, и Шардан, и Бионье. Но, честно сказать, что для Макабео это просто идеальное место. Оно настолько круто адаптировано под этот регион, под климат. Я не знаю, наверное, какие многие, кто знает испанский Макабео, в основном это пробуют либо Арагон, это может быть Коренена, там Кампот и Борха. То есть это более такие жаркие регионы. Там Макабео он все-таки чуть более плосковатый, там он более тельный, в нем больше косточковых фруктов, больше спелых фруктов. Вот, в Манчуэлле совсем другой профиль. Насколько я знаю, Макабео это то же самое, что Виура. Да, ну и Виура тоже можно привести в пример с Риохи. Ну, честно сказать, не особый бренд-амбассадор именно регион Риохи. Это регион с очень такой продолжительной долгой историей, вина постоянно меняется. Но я не знаю, насколько они в какой-то степени, может быть, понятны, просты. Вот, в Риохи Риохи розни, в общем. Ну, Виура, да, Виура тоже. Виура, хорошие образцы Виуры, они, возможно, ну, невозможно, скорее даже удерживаются в бочке, чтобы делать ее такой менее забодробящей, чуть менее минеральной, чуть более приятной, такой гастрономичной, помягченной. И Виуре, в Риохи бочка очень подходит. В Манчуэле мы все-таки говорим про какую-то легкость, про высокую ароматичность, про легкое тело и достаточно такой сдержанной кислотности. Но она все равно чуть выше, чем в Валенсии или в Арагоне. А вот есть такое какое-то устойчивое понимание, особенно в России, что макабел такой достаточно простой сорт, и из него практически невозможно получить, ну, какое-то вот очень такое грандиозное, серьезное, ну, можно сказать, великое вино. Это правда, либо все-таки можно с этим подпорить? Ну, в принципе, в этом есть доля правды. Я думаю, просто основная причина в том, что в основном в России макабел встречается в очень бюджетных винах. От очень крупных компаний, где это тысячи гектар, где это миллионы литров, миллионы бутылок, очень такие бюджетные, демократичные винах с достаточно жарких регионов. Дело в том, что макабел надо вовремя собирать. Он начинает, он набирает очень много сахара и потом в целом теряет всю свою свежесть структур. Вот, например, в случае омегамы и манчуэлы в целом сбор урожая, он происходит ночью. То есть это механический сбор в данном случае, чтобы тоже быстро, оперативно собрать нужные виноградники и с утра уже доставить виноград на винодельню. Вот оттуда, в принципе, какая-то и легкость, и чистота, и более элегантные, наверное, ароматы, чем мы это можем встретить в более жарких регионах. А, Филипп, вот так вот, переходя на уже к дегустации, я думаю, что мы сейчас попробуем белое вино. Хотелось бы все-таки закончить, наверное, зафинальность по регионам манчуэлы и вот так вот спросить, а все-таки можно ли в манчуэле вот уже сейчас, может быть, получить какие-то вина более высокого уровня? Потому что, когда мы говорим там про альманску, у нас есть оттуда, например, какие-то образцы, которые мы считаем грандиозными. А вот так вот в манчуэле, ну, можно ли рассчитывать, в принципе, на какое-то очень-очень серьезное статусное вино? Да, конечно, такие вина есть, вот, например, ну, тут опять-таки альманца, ну, пару слов, да, альманцы, наверное, вот стиль, я просто, ну, знаком с винами, которые представлены, представлены у вас, винодельня фанхи, да. В целом, стиль альманцы и части хумии, ну, про альманцу есть, это очень-таки экстрактивные вина, мощные, насыщенные, с большим количеством алкоголя, с очень длительной выдержкой бочки, они такие мощные, ароматные, ну, прям под еду. Можно ли выделить какой-то конкретный стиль сейчас в манчуэле? Скорее нет. Это не, потому что это больше привязаны под, как я говорил, какие-то личные, наверное, проекты, как вот Конс или там Альту Ландон, Рассали, которые экспериментируют, и там скорее манчуэле больше привязан не к какому-то стилю вин, а к конкретным людям, вот. И прочтение у этих энологов, оно немножко отличается, но немножко разное. Поэтому, наверное, сложно сказать, что вот стиль манчуэллы, это какой-то там, например, конкретный бабаль с такой-то выдержкой в таком стиле, да, или там макабеу, или наоборот. В манчуэле экспериментируют с красным, ну, не экспериментируют, выпускают красный мальбек. Например, Понс, у него одно из винтам ограниченного количества, это Моравия Агрия. То есть, наверное, в каждом регионе и сейчас такая тенденция, вы, скорее всего, тоже замечаете, чем мне нравится компания Сомелье, это тем, что вы любите автохтоны, да, то есть вы обращаете внимание на какие-то детали, на нюансы, то есть вы погружаетесь в регион, рассматриваете стили, то есть и... Ну, и не гонитесь, наверное, прямо за какой-то попсой, да, с вами в этом плане. У нас похожая в этом плане философия с вами. И... Ну, то есть, да, и к тому, что сейчас такая тенденция, что каждый регион пытается найти что-то все-таки свое локальное, свое что-то ценное, там, отойти от международных стартов. Ну, посмотреть просто, что лучше всего адаптируется под местные климатические условия, что больше всего любят люди. Это не всегда срабатывает, да, вот, например, ну, надо отметить, что классический стиль розового вина в Манчуэле, такой же, как и в Наваре, суперинтенсивные, с, там, длительной мацерацией насыщенного цвета розового вина, да, которые, в принципе, в экспорте, они уже давным, давно не продаются. Уже, может быть, не знаю, сколько, больше, наверное, 5-6 лет, да, уже тенденция под легкие мацерации, под более легкие розовые цвета. Филипп, огромное спасибо, во-первых, за комплимент нашему ассортименту и нашей работе. Мы действительно стараемся работать именно в таком направлении, показывать разные грани Испании, открывать новые регионы, новые сорта, новые стили. Действительно, очень интересно было послушать сейчас такую ремарку, действительно, по Манчуэле, в принципе, по общему видению как раз региона и, в принципе, наверное, стиле единоделия. Филипп, я предлагаю попробовать первое вино белое. Я так понимаю, что у вас оно уже в бокале? Да. А я сейчас его тоже набью, еще раз покажу всем этикетку. То есть мы уже так поняли, что Омегама – это дружба, такая неразрывная, как канатка. Мы тоже понимаем, что узлы, может быть, немножко намекают на какую-то морскую тему. Ну и, в принципе, она тоже уместна. Мы живем в Испании и на море. И данные вина в какой-то степени тоже передают эту морскую легкость. вина, которые можно там легко подать на какой-нибудь летней террасе, да, например, по бокалинам. Филипп, можете рассказать немного про эту минулу? Я сейчас слушаю форматы, но мне бы было интересно, чтобы вы поделились. Я вот сейчас буквально просто два слова про винификацию. То есть макабрин, виноград ночью механическим способом собирается, привозится на винодельню. Ну, все вина, то есть виноград отделяется от гребня. И практически белое и розовое вино – это сразу же пресс. То есть нет никакой премацерации, немацерации. То есть это вот сразу же выдавить сок. И вот этот первый сок – это в результате будет наше вино, которое практически там сразу же начинает ферментировать. Вот. Оттуда и такая, то есть более легкая структура, ароматичность. Вот. И это будет, и это в принципе прослеживается во всей линейке. Вот. И в плане, если говорить, да, про аромат. Аромат. Очень, очень такой легкий, элегантный, ненавязчивый аромат каких-то цитрусовых цветов, белых цветов. Но такой, не в фазе уже сильного цветения, а вот они только-только открываются. То есть такой вот прям сам запах лепестка может быть в таком плане. И прослеживаются нотки все-таки почв. Там известковые почвы дают какую-то минеральность. Я еще немного чувствую оттенки такой недоспевшей, может быть, груши. То есть вот такой какой-то белый фрукт, когда вот он еще не совсем мягкий, еще немножко такой хрустив. Да, 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 согласен, согласен. То есть, ну, не что-то в плане, то есть макабе вот часто какие-то косточковые фрукты такие спелые. Нет, вот здесь, да, это что-то такое, то есть более зеленое, более вот на грани там созревания. На самом деле вино очень легко пьется. Вот я сделал прям большой глоток, и мне кажется, что оно так воздушно как-то пролистело, и хочется сделать еще один большой глоток. Немножко даже играет на языке. Там минимальное количество карбоника, которое, то есть это умышленно даже добавлено, то для консервации вина, чтобы оно не окислялось, ну и добавляет какой-то такой игривости, что ли, на языке, на структуре. То есть он, и, наверное, очень хорошее, в принципе, качество, но особенно когда мы там торгуем, продаем вина, это вот слюно, слюно такое выделение, то есть это вино, которое очень, ну, требует еды, то есть какая-то закуска, вот обязательно прям. Ну, оно и в соло хорошо идет, потому что оно не тяжелое, да, но вот я сделал тоже вот этот первый глоток, у меня слюно деление хочется, то есть чем-то таким легким закусить. А что бы вы рекомендовали? Сейчас жарко, да, сейчас все-таки, ну, пока... У нас нет, у нас холодилось. Ну, или мы близко к этому, да, Иль? Ну, у нас уже вот жарко, я буду говорить по себе. Что-то хочется прям легкое. Если и рыбка, то какая-нибудь рыба белая на гриле, не жирная. Пускай это будет салат с каким-нибудь мягким сыром, может быть, с буратой. Вот такое. Как раз что-то есть личное, и вот с этой кислотностью будет, мне кажется, очень хороший аккомпанемент. А вот такой вопрос, ну, он может быть не совсем правильный, но все-таки впоследствии, вот мы сейчас пьем вино 2021 года, вот, в следующий урожай, в следующий винтажер, вы все-таки планируете поддерживать вот именно вот этот стиль, именно этот профиль? Либо, может быть, хотите сделать так, чтобы вино каждый год, может быть, как-то отмечались лучше, выражали там характер того или иного года, более такие теплые по стилю, более прохладные, кислотные? Вино, в конце концов, оно должно нравиться, ну, не только нам. Тому, кто его пьет. Вот, это, наверное, самый главный аспект. У нас, может быть, были небольшие сомнения касательно уровня кислотности, да, потому что часто, ну, вот в наших странах там пишут или говорят, ой, вино кислое, да, там, ой, оно уже кислое, нет, я это, что это вы мне даете, так далее. Потом то же самое вино через год, оно будет прям уже, очень нравится именно тому же человеку. Вот, но вот сейчас еще раз дегустирую. Да, я, конечно, немножко такой тоже экспериментатор в этом плане. Мне нравятся кислотные вина, да, там, яльбаринию, в том числе... Я тоже пожарный. ...сорт и у вас, я знаю, что у вас тоже представлено, все эти регионы очень хорошие. Вот, здесь это... Ну, в данной позиции меня все устраивает. Я бы хотел это качество поддерживать. В этом бы вине я ничего, ни от них хотел. То есть должна оставаться какая-то своя личность все-таки, да, что отличать от других вин, рассказывать все-таки о регионе. И такой образец макабео... Ну, и понятно, наверняка можно найти, да, там, еще какую-то серию, но, по крайней мере, это вино точно рассказывает про регион Манчуэлла. Оно ничего не скажет. Это точно не Валенсия, это ничего не говорит о Валенсии, это ничего не говорит о Арагоне, о Каталонии в том числе. То есть, дело в том, что, если вы посмотрите на градус, все вина... В районе 12 градусов. Белое – это всего лишь 12 градусов. Но при этом в нем есть и структура, и аромат, и оно очень полное, при этом это не похоже на какое-то стандартное белое вино Испании. Я бы еще... В основном, ну, если это не первая цена, да, потому что тоже не будьте правы, когда мы говорим про качественные вина, то, наверное, в основном белое Испание – это где-то 13 и 13 плюс. Ну, так. Я бы от себя хотел, конечно, отметить, что я в полном восторге от соотношения цены и качества, потому что, ну, вот, если мы предлагаем там без акции, это 700-800 рублей, если вот акции сейчас в районе 500-600, может быть, чуть больше рублей, вот сейчас это что-то 45, и я просто удивлен, насколько чисто сделано и красивое, и характерное вино вот в таком каком-то базовом ценовом сегменте, который, ну, вот, по крайней мере, сейчас летом будет хотеться тить, наверное, каждый день, вот так вот просто открывать вечером бутылку будет просто роскошно. Я надеюсь, что наши занятия тоже, и это такая очень приятная цена, чтобы вот просто пойти попробовать бутылку, сделать тоже какие-то свои выводы. А, Филипп, я предлагаю перейти в дегустацию розового вина, отменный, конечно, такой цвет, очень красивый, какой-то насыщенный, и здесь уже немножко другой узел, но философия, видимо, та же. А, Филипп, все-таки Бабаль, что за жрель, вот чего от него ожидать в розовом вине, в красном вине, мы сейчас будем пробовать два вина, но все-таки хотелось бы маленькую экскурсию в этот сорт. Бабаль сложный сам по себе сорт, и по винификации, и по возделыванию, его надо вовремя собрать, потом именно в процессе винификации, не дать, ну, как фрайнер сказать, то есть его очень легко испортить, он может впитывать такие какие-то посторонние ароматы. Сам посоветует Бабалин такой диковатый сорт, который может быть, типа, немножко каких-то, если плохо, то сделаны Бабали, сразу же какие-то животные, такие ноты могут появляться, которые нам, ну, нам они непривычны. Вот. Наверное, профиль Бабали, это в основном лесные ягоды, какие-то бальзамические ноты, в зависимости от, именно от ДО, это, ну, от географического наименования, какие-нибудь именно травы, ну, локальные травы, черные ягоды, ну, что-то такое, то есть очень лесное. Филипп, хотите, я расскажу маленькую прям историю про это вино, которое уже сложилось вот буквально там за два месяца, его присутствие у нас в магазинах. Это был первый, по-моему, случай в истории. Мы привезли вино в магазины, и у нас отзывы пошли не от гостей, не от покупателей, а от наших продавцов, тех, кто работает в магазине. Они, видимо, увидели, что цены достаточно демократичные, решили попробовать, и начали нам вот в рабочих каких-то почтах идти, послушать, а вы пробовали этот розовый Бабали, он просто обалденный, там лесная землика, какие-то лесные травы. У нас прям уже даже официальные письма писали, что типа продавцы, там управляющие магазинов, благодаря за то, что это вино появилось, и просто типа всем его рекомендуют. Именно про розовый. Это прям чудеса какие-то. Ну, классно, Сергей. Самое приятное – это слышать именно такие искренние отзывы, особенно когда они еще спонтанно появляются сами. Но это также и благодаря вашей работе, понимаете, насколько вы делаете все лекции, отбираете, пробуете, посещаете выставки. Спасибо, нам тоже приятно. Можно все-таки вот разложить немножко это вино, потому что очень много говорили у нас про вода с такую лесную опушку, с лесной земляникой, такой суховатой, с травами, с каким-то таким солнышком, который припекает. Но все-таки что еще может быть здесь чувствовать? Ну, есть все-таки и молочные нотки, именно сливочные нотки. Вот на втором плане, прям в дополнение тому, что вы говорите. Мне еще почему-то чем-то напоминает даже вот на клюквенный такой морс. Да, кстати, есть вот ощущение такой вот кислой какой-то ягоды. Здорово. Это говорит о том, что это натуральное вино, это виноград, это, можно сказать, просто виноградный сок без каких-либо примесей. И потому что вот эта чистота, ничего постороннего, то есть это весьма такой даже натуральный аромат, натуральный вкус, продукт, виноград. А еще меня в какой-то степени удивило то, что несмотря на такой насыщенный цвет и, казалось бы, насыщенную фактуру, совершенно нет горчинки. Потому что вот я очень часто горчинку в розовом вине из Испании улавливаю, особенно с юга Испании, и здесь ее просто нет как таковой. Белое, как и розовое вино, то есть это вот сразу же пресс. И благодаря этому, ну это, то есть минимум, там, влияние кожицы, да, там, на аромат и все это остальное, можно сказать, виноградный сок. А вот такой вопрос перед тем, как мы будем пробовать красное, все-таки это один и тот же виноград, то есть один и тот же, там, может быть, участок, минус, то есть это исключительно из-за винификации они получаются, либо все-таки для разных виноградных, разные какие-то виноградники? Ну, немножко разные, потому что у нас розовое вино это 12,5 градусов, красное, по анализам это 13,2, на этикетке это 13,5, да, то есть чуть разные участки, это чуть более ранний сбор, то есть, ну, в какой-то степени чуть повыше кислотность, чуть менее вызревший виноград. Вот здесь, кстати, зрители спрашивают, и я тоже это заметил, вы сказали, что контакт с кожицей просто минимальный, но цвет очень интенсивный, очень красивый, такой, как вы так получаете? Ну, уже в целом при контакте, при прессе, то есть достаточно выделяется цветовых, ну, цветовых частиц, чтобы был такой цвет. Он просто такой как-то сумасшедший, кстати, действительно он похож даже по цвету, немножко на клюкленый морфит, я сейчас смотрю на бутылку, мне кажется, что именно он какой-то такой. Я предлагаю попробовать красное вино, такая вот симпатичная какая-то коралловая этикетка, кораллового цвета. Теперь мне даже будет интересно сравнить, найду ли я что-то вот, ну, такое, что было в розовом, и теперь в красном. Ну, я думаю, что не найдете, но постарайтесь. Ну, пока так сходу не нахожу. Но есть ощущение, на самом деле, такой богатой все-таки ягодной именно фактуры. Ну, да, скорее всего, вот именно профиль ягодной палитры, он в чем-то, то есть, ну, можно проследить, да, что это тоже какие-то лесные ягоды, только более спелые. У вина есть такой легкий сливочный оттенок, что ли, ну, я вот иногда это сравниваю с каким-то ягодным йогуртом, но все-таки здесь как будто много-много ягод, и с йогуртом положили ложку йогурта, а не наоборот. То есть, да, это какой-то просто букет лесных ягод, там, в перемешку, не знаю, очень спелые, по мне, так, черники, спелые-спелые ежевики. Ну, да, это какая-то вот такая корзинка с лесными ягодами, что ли. Вино, кстати, не воспринимается, оно не воспринимается пряным. Потому что вот от таких вин иногда ждешь легких каких-то вот таких оттенков специй, а вот здесь этого в принципе нет, то есть, вот вино такое вот прямо вот именно ягодно-ягодно-антенсивное. Здесь, кстати, есть еще один вопрос от зрителей, сейчас я попробую его задать. А по поводу вот Бабаля, ну, в принципе, этого красного вина в шкале, где, ну, самое такое, самое легкое вино, это Пену Нуар, потом Мерлок, потом Каберна-Совиньон, потом Сера, куда можно поставить Бабаля, вот на какое место? Ну, это, конечно, вопрос такой сложноватый, наверное. Ну, конкретно вот этот? Ну, да, да, давай снимать его. От легкости к максимальной такой вот, какой-то плотности и цельности. Так, ну, если, например, давайте такое что-нибудь, ну, это, конечно, сложный вопрос. Так, я почему-то немножко, немножко, да, если рассуждать вот и в плане ароматики, я сейчас еще не попробовал, но я примерно, то есть, понимая вот профиль, то, что я там получу в итоге. Мне почему-то хочется, не знаю, смешать, то есть, это не Менсия, вот, но, то есть, куда-то подкрадывается вот к такому профилю, то есть, более свежему, более тоже фруктовому, как Менсия, может быть, немножко, как Кавернефран, ну, то есть, это… Я сразу говорю про Кавернефран. То есть, ну, где-то, где-то в этом поле, да, то есть, скорее, ну, понятно, дело, что они не Пенонуар и там не Дембронио, Сторо или там с какой-нибудь… или Срибер, да, то есть, что-то… Ну, больше у меня про Север почему-то, но ароматика, конечно, все равно выдает, что это центр Испании, скорее всего, потому что, ну, все равно тепловатый, тепловатый аромат. Филипп, кстати, вот я сейчас продолжаю смотреть на розовое вино, у меня родился такой вопрос, мы часто говорим, что, ну, розе – это, в принципе, очень универсальная тема по гастрономии, она подходит и как, ну, к рыбе, к салатам, и к запускам, и к мясу в том числе, вот именно омегам розовое вино к чему вы рекомендовали, вот с точки зрения гастрономии, либо тоже бы сказали, что это очень универсальное вино? Ну, это очень универсальное вино. Супер, согласен. У меня сразу же просто в голове начинают идти какие-то картинки, комбинации, ну, то есть, вот банально, я смотрю это вино, я его пробую, я понимаю, что фрукты, вот прям любые свежие фрукты, так вот, то есть, около, около гастрономичное, да, то есть, как аккомпанемент просто. Начиная думать про, ну, может быть, с кроликом бы я это не подал, с кроликом бы я не подал вино, мне кажется, он перебьет просто, у него такой сильный насыщенный, такой вкус, ну, с какой-нибудь, с курицей, с какими-нибудь рыбными котлетами, но не щуки. А мне почему-то представили скриветки на гриле, не знаю, почему, сразу, сразу. Оно нежное, его перебить, то есть, вот, желательно не перебивать какой-то насыщенной едой, то есть, но видно, значит, не универсально, вот. Значит, не универсально, я сразу говорю. Ну, его, мне кажется, можно даже, в принципе, на перейти, впадать, и потом, если у вас на столе действительно какое-то есть белое мясо, то почему бы и нет вполне сюда. Окей, окей, очередь. Линейка Мегама, ее можно просто купить и так пить. Да, я согласен, тем более, да. Желать, да, красное даже можно немножко охладить, вот сейчас лето, я думаю, позволяет, там, где-то 16 градусов, можно там чуть больше охладить, открыть, то есть, пока оно будет нагреваться, тоже наблюдать, как будет меняться. И с белым розовым также их тоже можно еще больше охладить, там, где-то, может быть, до 8, и тоже смотреть, как оно будет нагреваться, и вина меняется. То есть, розовое больше меняется, когда сильно охлаждаешь, но аромат, ароматика все чуть больше приглушается, но оно такое легкое, волшебное. А белое, наверное, очень хорошо охлаждает, прям приобретает какой-то такой вот очень профильный аромат, наоборот, более фокус появляется у белого на приохлаждении. Друзья, наши дорогие зрители, всего лишь там 1600, чуть больше рублей за целую линейку из трех бутылок по нашему пауэркоду. Мне кажется, что, в принципе, ну, это даже на столе будет очень круто смотреться, если вы так принесете домой три бутылочки, сфотографируете и отправите друзьям, когда они в социальные сети и скажете, вот я сегодня вечером пробую вина, омегам из Гамчуэлла. Настроение поднимает вас на все статусы. Отличная идея для посиделок с друзьями. Вот идешь к друзьям, к хорошим друзьям. Но это не к плохим. Зачем идти к плохим с плохим вином? Нужно именно идти к ним с плохим вином, к плохим друзьям. Ну, да, в целом для компании. Тем более у нас сейчас, я надеюсь, что скоро начнется все-таки активный такой сезон поездок на природу и шашлыков. И на следующей неделе у нас уже в России будет тепло. И очень-очень здорово, что у нас получилось сегодня представить такую линейку, очень красивую, очень здорово сделанную. И просто вот низкий поклон вам за такие вина, которые просто вот, ну, можно сказать, продвигают. В принципе, вино Испании среди широких массовых действий, что может быть, не может себе позволить там какие-то очень дорогие вина. Но когда ты пьешь такое вино, ты понимаешь, что в принципе даже очень классные, красивые испанские вина могут быть доступны. Спасибо, Сергей. Вот то, что вы раньше меня спросили, что бы мы хотели поменять или доработать и так далее. Мы точно хотим сделать винт для того, чтобы, когда мы заговорили про природу, и если друзей нет рядом, это один, и сразу не можешь выпить всю бутылку. Вот, мне кажется, винт, он еще больше откроет возможности и добавит новую публику для покупателей, для потребителей. Мы очень рады, будем ждать тоже винтовую пробку. И мы очень рады работать с вами, Филипп, с Falcon 1, потому что все вина, которые от вас у нас в колец, это просто Бомба, в том числе и Кампу Марин, конечно, которую мы тоже все обожаем. И хочется вам сказать только огромное спасибо за то, что согласились вот эти 50 минут провести сегодня вечером, попробовать вот эти вина, и я думаю, что зритель тоже очень благодарен. Спасибо, Сергей. Очень приятно, что мы снова встречаемся в трансляции, уже, правда, на другой площадке, но здесь даже, мне кажется, и удобно. Да, кстати, завтра, я надеюсь, что утром я смогу выложить запись этого эфира на YouTube и сможете посмотреть намного больше людей. Супер. А тогда, Филипп, огромное спасибо, хорошего вечера и до связи. Надеюсь, что не в последний раз. Не в последний раз. Да, Сергей, спасибо, увидимся. Все, до встречи. Все, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok